Привет, друзья! Вы на канале Макс Детуб. И сегодня у нас челлендж. Значит, у нас есть детская энциклопедия и рулетка. Мы крутим по очереди барабан, какая выпадает нумерация. Мы открываем страницу энциклопедии и рисуем разных животных. Это будет смешно. Смотрите, не пропустите. Подбородок второй подберите. Ты готов? Да. Давай. У тебя выпала цифра 8. Да. Итак, открываем страницу 8 и у нас попадает жираф. Тебе придется рисовать жирафа. Вот так вот. Теперь рисуем у меня на глазки. Вот это жираф? Да. Снимаем дурицу и в хотя бы пяточке жирафа. Они же пятыми. Это точки. Как будто у него ветрянка. У него скидл трянка. Он, наверное, очень много кушал скидл. Кстати, опять помогут потушить и заболеть. Вот такой получился у Максима жирафа. Если понравился, ставьте лайки. Конкурс продолжается. Теперь моя очередь. У меня выпал ежик. Ежик. Сейчас я буду рисовать ежика. Еж колючий обитатель лесов. Колючки ему нужны для защиты от хищников. Барсуков, куниц, лис, сов. В случае опасности зверек сворачивается в клубок. Его привычная еда – дождевые черви и слизни. Он также охотится на ящериц, насекомых, ягушек, змей. Конечно, ягушки и слизни – это о-о-о-о-о. Фу-фу-фу-фу. Его организм не чувствительный к змеиному яду. Укус гадюки вызывает у него ненамогание. Но зверек выживает. Сильный зверек. Я рисую ежика. Ножик визу. Визу тело как рисует. Колючки я визу. Я люблю колючки. Хвостик. Колючки опять. Что-то там есть. Ножки. Вот такой вот ежик получился смешной. Слово, это ежик? Это какая-то мышка. Ну где же эта мышка? Это настоящий ежик. Где? Максимка, твоя очередь включить барабан. Хорошо, папа. Цифра 6. И еще раз. Цифра 9. И у тебя получилось 69. Ух ты, Максим, у тебя выпали волки. Мы недавно с тобой смотрели фильм «Аугли». Ты помнишь этот фильм? Да, помню. Волк в стае блокировал. В сказках волк обычно сильный и злой, но не очень умный. В природе, наоборот, он хитрый и сообразительный. Волк ловко уходит от опасности. Волки охотят стаями. Мы ем про мастер серого цвета и приступаем. Так. Так, теперь. Вот так вот. И вот так вот. Лизик, лизик. Теперь еще надо. Так. Надо. Тут. Где-то, да, так вот. Ну что, папа. Вот. Вот такой вот получился. У меня ворчало. Серый волк. Теперь моя очередь крутить барабан. Интересно, кто же выпадет мне? Наверное, птицу. Кто знает. Цифра 9. И цифра 4. Получилось 94. Открываем 94 страницу. Кто такие земноводные? У меня выпал тритон. Земноводные это животные, у которых голая тонкая кожа. Они рождаются в воде. А живут и в воде, и на суше. Это лягушки, жабы, тритоны, саламандры, и похожие на червей тропические черви. Другое название земноводных. Амфибии. Рисую этого тритона. Максим, а ты помнишь, в черепашках ниндзя был тритон? Да. Мутант. Да. Тритоны у нас зеленого цвета. Берем зеленый фломастер. Итак. Ну, мне, в принципе, не так уж и сложно его нарисовать. Вот же получается, как... сосиска с одной стороны растухшая. Здесь у него лапа получается. И здесь у него лапа получается. И здесь у него лапа получается. Здесь у него лапа получается. И он в таких вот желтеньких козявках. Смотри, Макс, какой получился у меня тритон. Как желтая козявка, на них желтые козявки, мой тритон похож на крокодила, потому что плавает он в небе, а смотри, еще на кого похож, на козявку желтую, козявка, козявка, козявочка моя. Максим, мы с тобой уже нарисовали четыре рисунка. У нас первый рисунок жираф, котенок. Второй рисунок у нас ежик-рыбка. Третий рисунок серый волк или козлик, непонятно кто. А можно я покажу? Да. А теперь тритон, который похож на козявку. Ну что, Максим, продолжаем? Да. Не получилось. Цифра пять. И? Цифра восемь. Получилось пятьдесят восемь. Максим, тебе выпал лось. Лосяша. Лось самый крупный в семействе оленей. У него высокие ноги, мощное туловище и большая голова. На ней красуются рога с отростками, напоминающие лопаты. У этого зверя горбатый нос и свисающая верхняя губа. На короткой шее у лося имеется грива, а под горлом вырост кожи, покрытый волосами, серьга. Лось живет в лесу, недалеко от реки, озера или болота. Он легко преодолевает лесные завалы и буреломы. Под опою зверь идет осторожно, останавливаясь и прислушиваясь к звукам и шорохам. Нарисуем мы бигнаш, типа лосяш. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот именно получился лосяш. Лосяша? А он больше похож знаешь на кого? Кажется, что он больше похож на какого-то шампанзе с рогами. А ну лосяш. Ребята, напишите в комментариях, на кого он больше похож? На шампанзе или на оленя? Шампанзе, шампанзе, вот такой вот шампанзе. Вот такой вот олень. Вот такой вот наш олень получился шампанзе. Значит у нас первый рисунок, а вернее это последний. Олень в шампанзе. Это жираф-котенок. Жираф наполовину котенок. Это ежик-рыбка. Да. Это волк-козлик. Это не волк-козлик. Ну почему? Смотри, у него рога как ушки или ушки как рога. Не могу понять. Это волк-козлик. Это тритон, сосиска, козявка, колбаса. А это у нас получился орангутан, шампанзе, олень. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok